Пять заявлений о кражах поступило от сыровчан в дежурную часть. Две из них произошли на садовых участках. В основном, длоумышленников привлекали металлические конструкции. 22 марта в 13.00 было зарегистрировано заявление от гражданина С. 51 года рождения о том, что в период времени с 14 марта до 22 марта при неизвестных обстоятельствах садового участка СНТ «Союз» пропали металлические швелерай-трубы, общий вес которых составил около 200 килограмм. Сотрудники правопорядка устанавливают личность преступников. Еще одна кража произошла в одном из домов города. Компания несовершеннолетних молодых людей зашла в гости к своему товарищу. Выходя из квартиры, один из ребят решил захватить с собой сумку с документами хозяйки квартиры. После того, как гости разошлись, женщина даже не обратила на это внимания. Спустя какое-то промежутное время просто посмотрела, а сумки на месте не висит. На дорогах города произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В двух пострадали люди. На улице железнодорожной водитель такси перекрыл дорогу припаркованному автомобилю, который стоял на стоянке возле железной дороги. Пока таксист ждал пассажира, к припаркованной машине подошел хозяин и грубо попросил водителя убрать автомобиль, в результате чего произошел конфликт. Когда водитель Датсун Ондо своего пассажира дождался, решил уехать. Но водитель 81-го года рождения, он же не мог его просто так отпустить. После того, как он перекрыл дорогу, он сам ему перекрыл дорогу. Путем уговоров и пассажирка его уговаривала, и водитель его уговаривал отойти. Он изначально все-таки отошел, но в тот момент, когда Датсун Ондо проезжал мимо него, все равно каким-то образом он его зацепил. Мы проведем административное расследование, установим степень тяжести телесных повреждений, установим степень вины каждого из участников, и тогда будем принимать решение. Еще одно ДТП произошло на улице Семашко. Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю. В результате она получила телесные повреждения. После осмотра врачом отправилась домой.